Добрый день, друзья! Меня зовут Евгений Иванов. Я сегодня хотел бы продолжить тему экспертности. Ведя бизнес в интернете, мы понимаем, что мы можем это делать либо как любители, либо как эксперты. Я уже встречался с Натальей Шевченко, с людьми, которые являются специалистами в вопросах видеомаркетинга. И сегодня я хотел бы продолжить эту тему и пригласил, и мы через несколько минут встретимся с человеком, который является специалистом в контекстной рекламе. И разговор мы будем вести, в общем-то, о том, что же все-таки выгоднее – изучать самому, либо пользоваться услугами экспертов и специалистов, покупая какие-то платные курсы и более быстро начать применять их в своем бизнесе. Итак, ждем Николая Петрова. И моя сегодняшняя встреча с Николаем Петровым, специалистом и экспертом по контекстной рекламе, вызвана тем, что, выйдя в интернет и открыв страницу на Фейсбуке, я увидел, что Николай выставил скриншот, что у него за вчерашний день пришло полторы тысячи подписчиков. За один день, за одни сутки пришло полторы тысячи подписчиков. Мы, люди, которые развиваемся через интернет, прекрасно понимаем ценность подписной базы. Чем больше подписная база, соответственно, тем больше наш рейтинг, тем больше наши доходы и так дальше. И все мы стремимся. Мои результаты были на самом деле, ну, как обычные, как у всех. То есть я давал рекламу в Яндекс.Директы, 10-15 рублей обходился мне один человек. Ну, и вчера, когда я его видел, я, конечно, был поражен. И вот о том, как Николай добился этого, во сколько ему вошелся стоимость одного клика, да, прихода одного человека, сколько ему вошлось вот эта вся подписная база, которая пришла за один день, да, мы хотели бы сейчас обговорить. Николай, вам слово. Приветствую, дорогие друзья. Жень, приветствую тебя. Спасибо, что... Друзья, ну, хочу сразу начать с того, что вот именно контекстной рекламой я занимаюсь. Уже скоро будет год в апреле. Я ее изучаю, формую. И знаете, что я понял? Что это кропотливая работа. Но вчера, когда я сам увидел эти результаты, я специально ждал времени, когда наступит, ну, там, полночь, потому что все обнуляется. И у меня по времени 23-40 было 1506 людей, которые подписались, то есть подтвердили, именно подтвердили, что они активными подписчиками являются. И когда я это увидел, у меня у самого было крэйзи. Но это работает. Я вам скажу больше. Контекстная реклама – это тот ресурс, который можно приручить. И каждый это может. Но здесь нужно потрудиться. Даже вот когда мы с Евгением, ну, буквально месяца три назад, он попросил меня показать, как это все работает, он это сделал, у него приходили подписчики, но времени и руки у него не доходили до того, чтобы активно там постоянно тестировать, что-то добавлять, что-то убирать. И из-за этого такие малые результаты. Я же захожу каждый день сейчас. Я удаляю, допустим, там какие-то тематические площадки, которые мне вообще не интересны. Но если вы хотите узнать все это досконально, все это есть. То есть Евгений потом предоставит ссылки на эти ресурсы, на все. Но я хочу вам сказать, что если вы сегодня примете решение, начнете работать именно… Я сейчас говорю о контекстной рекламе в Яндекс.Директе. Это такой ресурс многофункциональный. Я что вам хочу посоветовать? В первую очередь не бойтесь внедрять, не бойтесь тестировать, не бойтесь какие-то вносить свои корректировки. Да, где-то, может быть, вы потеряете больше денег, где-то, наоборот, меньше. Но я вам всем желаю огромного CTR и низкой цены за клик. То есть когда у нас будет CTR огромный, да, выше, то есть цена за клик будет меньше. Вот за эти вот полторы тысячи человек, которые вчера ко мне пришли, на рекламную кампанию у меня было внесено 900 рублей. То есть это получается 30 условных единиц. На тот момент, когда у меня было 1506, я потратил чуть более 600 рублей. Я посчитал, это где-то получается 0,02 цента. То есть, ну, это просто мощно. У меня самое малое до этого было 0,03. То есть, и я знаю, что это не предел. Если постоянно заниматься именно в этом направлении, будет результат. И на основании этого, на основании своих результатов, я начал создавать видеоуроки. И эти видеоуроки, я думаю, будут полезны всем. Так что, если хотите узнать более подробно вообще, как этот ресурс может помочь вам, эти видеоуроки вам пригодятся. Ну, я думаю, что коротко я ответил на тот вопрос. Но на самом деле у меня еще у самого где-то мысли, я понять не могу, как это могло. Потому что до этого у меня, по-моему, самый большой результат был там чуть больше 200 человек. Ну, у меня есть скриншоты, я всегда какие-то скриншоты снимаю. Когда у меня какой-то успех, я всегда делаю скриншоты и оставляю себе на память. Каждому это возможно, я знаю. Потому что я всегда удивлялся людям, которые достигают каких-то результатов и успеха. Я думал, что у меня это не получится. Но когда мы начинаем в этом двигаться, да, проходит какое-то время, самое главное – терпение. А вот именно контекстная реклама, она требует огромного терпения, огромных временных затрат каких-то и своего нашего личного вмешательства. Ну, вот на тот момент, когда мы с Николаем действительно месяца три назад разговаривали, то есть он мне отсоветовал сразу Google, то есть Google AdWords, ну, наиболее дорогая сейчас реклама. Я не беру традиционные способы продвижения рекламы, но то, что касается интернета, то есть в Google я даже не лез. Настраивая Яндексе, действительно, ну, кто вот так вот поверхностно настроил, хотя я себя считал специалистом таким крупным, у меня приходили люди, я там радовался. Ну, действительно, 10-15 рублей за человек – это достаточно много. И то, что ты говоришь, у тебя получается меньше 50 копеек за человека. Да. Меньше 50 копеек за одного человека, за одного подписчика. Вы посчитайте, какая конверсия денег, как правильно сказать. И вот Николай в недалеком прошлом, буквально сколько может быть месяц, да, действительно создал курс. Весь свой опыт, все свои наработки он вложил в этот курс. И вот еще раз, если можно, вот что ты создал вообще, что есть? Я так понимаю, ты предлагаешь это покупателям. Да. Предлагаешь это своим читателям, своим клиентам, партнерам. Окей, очень крутой вопрос. По поводу Google AdWords. Дело не в том, что он дорогой. Дело в том, что именно вот тем бизнесом, которым мы занимаемся, именно через интернет, Google он уже не пропускает. Ну, и тогда следующий вопрос, Николай. Вот человек вложил деньги, да, то есть он приобрел твой курс. Вот скажи, пожалуйста, тогда вот конкретно, как пользоваться и что самое важное, что самое важное, что человек, покупатель получит на выходе? Да, вопрос вообще, наверное, супер. Ну, на самом деле, когда я вкладываю деньги, да, здесь это будет больше вложения, а не затраты. Я всегда, конечно же, жду какой-то результат от этого. Я знаю, что у каждого из вас вопрос, что же вы будете делать. Первое, что я посоветую, нужно все это делать не хаотично, а именно пошагово. То есть просмотрели вот вы 5 базовых уроков, просмотрели 2-3 раза, обязательно примените. Как только вы уже создадите какую-то рекламную кампанию, я вас обучаю все это в видеоформате, вы будете это все в каждом дне сами делать. То есть не я это буду делать за вас, а вы сами. Это очень важно. Когда мы цену уменьшаем за клик, и у наших сетей вырастает. То есть потенциальных партнеров, клиентов, подписчики, они приходят за дешевые деньги, но они приходят. Еще я посоветую. За небольшие. Совершенно верно, да. Еще я посоветую, и там в бонусах будут эти воронки, они уже готовы, вы только поставите туда свои данные, координаты, и вы можете уже их будет сразу использовать, то есть для того, чтобы привлекать подписчика. Что вас ждет на выходе? На выходе вас ждет обязательно либо успех, либо поражение. Другого не может быть. Поражение в одном случае, если вы просто все забросили и не довели до конца. Успех, если вы все это терпеливо, кропотливая работа, сразу говорю, тогда вас ждет успех. Ну, Николай, я бы вот, наверное, все-таки слово поражение здесь не применял, потому что на самом деле поражения как такового нет. Да, вот моя рекламная компания, она обошлась мне. Я могу сказать, что примерно 6 или 7 тысяч я потратил рублей на свою рекламную компанию, то есть я платил из раза в раз, но ко мне пришла база подписчиков, примерно 500 человек. То есть в любом случае я с ней работаю, у меня с ней есть партнеры, у меня с ней есть доходы. То есть поражение, по-моему, здесь быть просто не может. Только другого про, что либо ты получаешь вот результат за определенные деньги такой, либо вот такой результат за совершенно другие деньги, вот за такие деньги. Да, я согласен. Это, наверное, неправильное слово поражение. На самом деле, да, есть два варианта. То есть человек, который потратил деньги, но потратил меньше времени, он все равно увидел плоды в своей жизни, но он увидел их, допустим, в количестве 500 человек, а другой потратил больше времени, уделил больше тестированию, добавил какие-то свои фишки, что-то там внедрил, и у него, допустим, в три раза база увеличилась. То есть, соответственно, за те же деньги, но полторы тысячи человек. Конечно, здесь, в принципе, все равно все в плюсе, но очень важно, я понял одно, когда мы посвящаем себя в чем-то, мы видим результаты, когда не посвящаем, этого результата просто нет. Бизнес в интернете все более интеллектуальный становится. Просто-напросто вложив немного денег, ты получаешь огромное количество времени. Ну, я больше даже скажу, это, скорее всего, инвестиции, Жень. Инвестиции, я скажу более того, что я потратил 6 или 7 тысяч, это гораздо больше, чем стоит твой курс. Ну да. Я потратил 6 или 7, получил базу в 500 человек. И самое интересное, что я остановился, я в какой-то момент просто остановился, потому что я был недоволен результатом, на мой взгляд, это было не очень эффективно, я перестал просто вести, проводить рекламную кампанию на Ямбоджере. То есть я потратил больше, чем стоят твой курс. Опускаются руки. Я знаю, что это такое. Ну, вообще, я честно скажу, бизнес в интернет с контекстной рекламой, это просто бомба. Но есть очень много бесплатных способов привлечения партнеров, подписчиков. Но это уже другая история. Контекстная реклама, она будет всегда приносить. То есть вы, если вложились один раз, ее тестировали, поставили ее на автопилоте, вы будете видеть себя результатом. У меня был опыт бесплатный. бесплатного продвижения. И я вам скажу, что через почтовые спонсоры, через доски объявлений, там платные, бесплатные. На самом деле, я вот попробовал, попробовал, бросил, и у меня не было желания вообще возвращаться к этому. Потому что и в том числе доски объявлений платные я пробовал. Да. Так что, друзья, я думаю, что кто примет это решение, тот увидит результат. Кто не примет решение, скоро все равно увидит результат другого, но он примет это решение. Так что... Да, принимайте решение, считайте, просчитывайте свои деньги. И сейчас я все знания, которые у меня есть, за этот промежуток вложил в этот видеострендинг. Это опыт месяцев и месяцев работы, изучения, вложенных денег, аналитики. и я не стал вдаваться глубоко там. Я все это сделал вот именно для новичков, чтобы новичку было просто. Он зашел, все пошагово, я даю. Спасибо. Пожалуйста. Ребята, это все, что мы хотели сказать вам сегодня. До свидания. Всего доброго. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова